Путин, сколько ни листает книгу «Спецоперация и мир», не может найти в ней, что сказать приятного россиянам под Новый год. Не знает, что сказать даже олигархам, держащим экономику по мандатам от ФСБ и Единой России, поэтому отменил встречу с ними вслед за отмененными раньше прямой линией с холопами, беседой с пропагандистами и встречей с топ-чиновниками. Послание федеральному сборищу перенесли на следующий год, но есть одна проблема – нельзя отменить или перенести речь вождя в новогоднюю ночь у елки возле мавзолея. Поэтому в Кремле мучительно думают, что в нее вписать. Племя рашистов интересует, когда вождь закончит войну с Украиной. Путин с Шойгой на него ответили 21 декабря на совместной коллегии в министерстве захватов. Ответили четко и однозначно. В 2023 году война продолжится, так как Украина напала на РФ и хочет отнять у нее новые территории – Херсонскую, Запорожскую, Луганскую и Донецкую области. Две последние из соображений конспирации Путин и Шойгу называли «лыныры» и «дыныры». Вдобавок, Украина настолько обнаглела, что не хочет вернуть РФ те районы, которые еще не захвачены российской армией. Например, Бахмут, Солидар и Авдеевку. Более того, Украина покушается на сакральное – на Крым. Путин заверил, что несмотря на такие происки Украины, на всех территориях РФ, в том числе и на новых территориях, будет обеспечена безопасная жизнь всех наших граждан. Для этого будем продолжать поддерживать и совершенствовать боеготовность ядерной триады. После того, как Путин 21 декабря обещал россиянам продолжение войны и ядерную триаду, то 31 декабря ему просто больше нечего им положить под елочку. Можно, конечно, объявить 31 декабря войну НАТО, но это не имеет экзистенциального смысла, так как Путин сказал 21 декабря, что Украина использует весь потенциал НАТО в своем нападении на РФ. Есть и практическая, а не экзистенциальная проблема. Неизвестно, как в НАТО отреагируют на объявление ему войны 31 декабря. Кое-что все-таки известно из открытых источников. Например, что Польша в июле и августе договорилась о закупке танков у корейской фирмы «Хёндай». Первые танки были доставлены в Польшу уже в декабре, и к 2026 году она получит их тысячу штук и какое-то количество гаубиц. Возможно, раньше. Есть договор о закупке военных самолетов, но оппозиция и часть экспертов критикуют за это правительство Польши, считая, что это чересчур и хватит американских самолетов F-35 и F-16. В результате немецкие СМИ начали писать, что польская армия стала самой сильной в Европе, и критиковать Шольца за его невнимание к своей армии. Однако сохраняется оптимизм, что Шольц внезапно покажет и сильную армию, как он внезапно открыл 17 декабря в Вильгельмсхаффене терминал для приема сжиженного газа, построенный в фантастически короткие сроки, и строит еще четыре. Так что Украина в нападении на РФ задействовала, вопреки уверениям Путина, далеко не весь потенциал НАТО. Поскольку Украина уже напала на РФ с целью отнять у нее новые территории, то в Кремле решили 22 декабря предупредить США, если они тоже нападут на РФ с этой целью, то РФ разорвет с ними дипломатические отношения. Предупредить США об этом поручили Александру Дорчиеву, начальнику отдела Северной Америки в штате МИД-РФ. Его речь пересказала ТАСС. Дорчиева и ТАСС уполномочили заявить, что США ведут все к прямому столкновению с РФ, и остается только надеяться, что в Вашингтоне прислушаются к голосу разума, и не доведут дело до прямого столкновения между Россией и США. Дорчиев сообщил, что США запустили маховик разрушения двусторонних отношений и что Вашингтон сделал выбор в пользу изоляции от Москвы и теперь пытается перевести стрелки на нее. Москва не хочет разрывать отношения с США, но и терпеть их провокаций тоже не будет, резюмировал Дорчиев. Речь Дорчиева на следующий день после выступлений Путина и Шойгу на коллегии можно рассматривать как черновик новогоднего поздравления правителя РФ россиянам. В Кремле до 31 декабря будут лихорадочно думать, разрывать Путину отношения в новогоднюю ночь США из-за того, что они изолировались от РФ или нет. По статусу для большей убедительности этот черновик логично было озвучить Лаврову, но Лавров был занят отражением натиска азербайджанской дипломатии, а также тем, что гонялся за армянскими дипломатами и в силу такой высокой занятости не мог уделить время еще и на обещание разорвать дипотношения с США. К тому же США уже осенью не хотели давать Лаврову визу на приезд в Нью-Йорк на Генассамблею ООН, дали только после долгих переговоров с условием, что он из здания ООН выходить не будет. Если Лавров сказал бы то, что наговорил Дорчиев 22 декабря, то 23 декабря Газдеп навсегда запретил бы ему въезд в США. Поэтому в Кремле решили пока Лаврова поберечь, тем более, что он и так сбитый летчик во всех измерениях. И даже его речи о гражданской войне в Украине после 24 февраля вышли из употребления в РФ. Вышли, так как даже правительства всех стран Африки, кроме Эритреи, вынуждены уже признать, что РФ ведет в Украине такую же колониальную войну, которую Франция вела в Алжире. Оправдание Москвы, что она защищает то ли русских, то ли россиян, живущих в Украине, наталкивается на логичный вопрос у любого африканца – откуда эти русские там взялись? Ответ также логичен – понаехали в качестве колонизаторов. Отрицать этот факт для африканских политиков означает поставить под сомнение весь свой устоявшийся нарратив об арабах и европейцах как колонизаторах. Пойти на такое нельзя, иначе в том же Алжире придется пересмотреть всю концепцию его войны с Францией, которую ее политики тогда называли как угодно, только не гражданской войной. При том, что речей о защите прав и жизней французов в Алжире было произнесено много. У алжирских властей и так есть проблема аранской резни 1962 года, когда арабы убили 3500 французов, испанцев, евреев и арабов-католиков. В результате после признания в 1962 Францией независимости Алжира из него уехали все эти группы франко-алжирцев или черноногих, как их называли во Франции общей численностью в 1 миллион человек. В Украине после восстановления в 1991 году своей независимости ничего похожего на исход черноногих из Алжира не было. Наоборот, наблюдалась миграция россиян в Украину по семейным политическим и экономическим мотивам, которая сопровождалась активной неоколониальной политикой Москвы. Несмотря на 8 лет войны РФ против Украины, начатой 20 февраля 2014 года с оккупацией российскими войсками Крыма и части Донецкой и Луганской областей, исхода черноногих тоже не было. Условный исход с оккупированных армией РФ областей Украины, которые в Москве теперь называют новыми территориями РФ, начал происходить только после 24 февраля в двух направлениях. Большинство жителей оккупированных районов уехали от российского нашествия вглубь Украины и дальше в Европу. По оценкам ООН, в РФ уехало от полутора до двух миллионов жителей с захваченных РФ территорий. Среди них можно выделить три группы беженцев. Тех, кого насильно или обманом угнали в РФ. Тех, кто вынужденно выехал в РФ, спасаясь от боевых действий, потому что российская армия убивала или не пропускала беженцев на территорию, контролируемую украинской армией. Какая-то часть из обеих групп потом окольными путями вернулась или пытается вернуться в Украину из РФ через Эстонию, Латвию и другие страны. Третья группа, собственно черноногие, как это не удивительно, тоже начала выезжать в РФ вскоре после вторжения 24 февраля самостоятельно или при содействии властей, так как имела сомнения, что Россия здесь навсегда. По мере освобождения украинской армии, Николаевской, Харьковской, Херсонской, Луганской и Запорожской областей, происходил выезд в РФ не только черноногих, но и коллаборантов, которые активно сотрудничали с оккупантами. Из Крыма уже наблюдается массовое бегство черноногих и колонизаторов, которых Москва пачками завезла на полуостров с 2015 года. В перспективе исход этих групп из Донецко-Луганской агломерации. Путин в своей речи 31 декабря, которую не может отменить или перенести, обязан сообщить россиянам о скором прибытии к ним новых партий в количестве 3-4 миллиона персон не только из новых захваченных территорий, но также со старых территорий за Уралом. Но вряд ли скажет, при том, что в Кремле видят проблему миграции из-за Уралья в Московию и пытаются ее решать. Эта зреющая миграция – результат ухода расистов с европейского рынка газа, нефти, угля, древесины и других субпродуктов. Процесс уже стартовал, в 2023-м ускорится и его нельзя затормозить разговорами о переориентации на рынке стран Азии. Объем продаж угля в Китай падает по разным причинам, а продавать Узбекистану газ Москва отказалась по политическим мотивам сама, и этот рынок занял газ Туркменистана. РФ теряет не только европейские, но и азиатские рынки, удерживаться на которых придется часто в ущерб себе. При этом РФ вылетает с рынка оружие, доходы от которого сопоставимы с прибылью от углеводородов. От оружия из РФ отказываются уже такие давние покупатели, как Индия, Вьетнам и Ангола. К тому же Москва испытывает дефицит при том, что НАТО войну с РФ еще даже не начинала. Представление о перспективах грядущей обратной миграции из-за Урала в Московию можно составить по размерам потерь от простоя Северного потока-1 с сентября по декабрь. При том, что прокачку по нему стали резко снижать еще в августе. Годовой объем прокачки составлял от 55 до 58 миллиардов кубов. За четыре месяца простоя не прошло около 14 миллиардов кубометров. Будем считать, что те 33-35 миллиардов, которые шли в Польшу по трубе Ямал-Европа, закрытой в августе, куда-то рассосались, утекли в Турцию, был сжижен или вывезен танкерами Новотек, а может сгорело в факелах. Но 14 миллиардов кубов, не прокачанных по СП-1, не могли исчезнуть бесследно слишком большой объем. Ужать их в ГТС РФ, подняв давление в трубах, тоже нельзя. При том, что это делается, из-за чего пошли взрывы и пожары на разных участках газопроводов, например, в Чувашии и Ленинградской области. Украинские диверсанты тут ни при чем, просто трубы не выдержали давления. Единственный ответ, куда подевались эти 14 миллиардов кубов газа, очевиден – их не было. Добычу в РФ резко снизили, что наблюдалось раньше и признано самим «Газпромом». Были исчерпаны скважины на Ямале в Ханты-Мансийском автономном округе Тюменской области, который до колонизации московитами называли «югрой» или «скважины» законсервировали – без разницы, принципиальное значение имеет факт резкого снижения добычи в Югре – главной газовой провинции РФ. Последствия такие – Югра и Тюменщина, которые на втором месте по размеру экономики РФ после Москвы, с октября начали уходить в минус. На практике это значит не только отток населения Сургута и других газонефтедобывающих городов и их запустения, но и схлопывание по всей Тюменщине таких отраслей как строительство, транспорт, бытовое обслуживание и бюджетные сферы, включая школы, больницы, театры и администрации. В Югре уже в декабре изменили правила начисления зарплат в бюджетной сфере, где раньше были низкие базовые ставки, но высокие премии и всевозможные северные надбавки. Теперь ставки подняли, но надбавки сняли, попытавшись так замаскировать уменьшение выплат. С февраля-марта выплату зарплат в Югре и Тюмени начнут задерживать, а потом выдавать мелкими порциями. Процесс пошел, с весны он начнет сказываться на Москве, откормленной на перераспределении углеводородных сверхприбылей, а с лета начнут резать доплаты Чечне и другим кавказским субъектам. В Кремле это предвидят и занялись тем, о чем генерал Залужный предупредил британский журнал «Экономист» – формированием за Уралом резервной армии в 1 миллион голов. Насчет миллиона пока спорно, но с самим выводом Залужного нельзя не согласиться. Формировать за Уралом это будут не потому, что туда не залетят украинские дроны, а для того, чтобы не допустить массовой миграции безработных в Московию и движения за выход Югры из Сибири из состава РФ с дальнейшим установлением прямых связей со странами ЕС и остальным миром. Москва, как посредник, совершенно не нужна Югре и Тюмени для общения с миром. Для решения этих двух проблем и проблемы пополнения армии в Кремле решили создать военные лагеря в Сибири, Свердловской области и Оренбургском крае, так сказать, почти по месту жительства освобождающейся мужской раб силы. Поэтому Шойгу и заявил на коллегии, что намерен увеличить армию на полмиллиона, но призывать не с 18, а с 21 года. Повышение призывного возраста продиктовано не гуманизмом, а тем, что за Уралом начинает появляться большое количество лиц более старшего возраста, выпавших из экономики. По этой причине и Путин с командой совершил вояж в Свердловскую область, где есть заброшенные советские военные городки и военные заводы, которые смогут принять какое-то число новых работников. Проблемы РФ начинают расти со скоростью звука, но Путин не скажет об этом 31 декабря. Редактор субтитров А.Семкин